Какое будущее нас ожидает? Стоит ли готовиться к тому, о чем пишет Джордж Оруэлл в книге «1984»? Или же к сюжету книги «О дивный новый мир», которую написал Олдос Хаксли? А может, стоит опираться на историю будущего, описанную в книге «Краткая история завтрашнего дня»? Если вы хотите знать, что будет в будущем после пандемических и экономических потрясений, это видео для вас. Меня зовут Богатейший Ди, буду рад вашему лайку и подписке, это помогает мне выпускать видео каждый день. И обязательно досмотрите это видео до конца, хотя оно и покажется вам несколько сложным, но оно точно поможет вам подготовиться к новому будущему. Причем в конце видео я скажу вам три конкретных шага, которые вам для этого нужно сделать. Сделать, чтобы защитить себя, свое благосостояние, как финансовое, так и психологическое. Сегодня я покажу вам три сценария будущего, которые нас ожидает, а после просмотра этого видео призываю вас написать в комментариях, какое из них кажется вам самым вероятным. Бонусом я добавлю и то, каким я вижу будущее финансового мира, какие активы взлетят, какие упадут и какие конкретно покупать и что конкретно делать прямо сейчас. Для начала я немного расскажу о каждой из этих трех книг, которые упомянул в начале, чтобы сэкономить ваше время на их прочтении. Вы наверняка слышали о книге «Краткая история человечества». Ее распродали тиражом в более чем 12 миллионов экземпляров. Ее советовали такие люди, как Билл Гейтс и Барак Обама. Продолжение можно считать «Краткую историю завтрашнего дня». Эта книга дает одновременно и оптимистичное, и пугающее видение будущего, которое в книге называется «Человечество 2.0», и в котором люди сливаются с машинами и превращаются из «Homo sapiens» в «Homo Deus». Если вы думаете, что это звучит фантастически, взгляните на этот твит Илона Маска в июле 2020-го. То есть это очень свежий твит, в котором он написал «Симбиоз с искусственным интеллектом, пока вы ждете». Это отсылка на его компанию Neuralink, которая готовит большое объявление 28 августа. И если вам интересно, что именно они собираются там объявлять, эта статья даст ответ. Илон Маск сообщил, что обезьяна смогла управлять компьютером с помощью своего мозга. «В итоге мы можем создать полноценный интерфейс для достижения симбиоза с искусственным интеллектом», — сказал Маск. «Одной из целей для первых испытаний — попытка написать 40 слов в минуту, просто думая». «Мы надеемся, что первые успехи произойдут уже к концу этого года», — подытожил Маск. Так что в какой-то степени фантастическая вселенная книги «Краткая история завтрашнего дня» уже находит первое начинание в нашем настоящем. Предвидел ли это Джордж Оруэлл? В 1948 году он написал свою книгу, которую назвал «1984». Это было так давно, но уже тогда Джордж прогнозировал, что закончит человечество тем, что Большой Брат будет следить за людьми 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы уже видели немалую историю о полицейских государствах, о массовой слежке, о распознавании лиц. А пандемия это только ускорила. Так что, похоже, мы достаточно близки к тому будущему, каким его видел Джордж Оруэлл. Что касается книги «О дивный новый мир» авторства Хаксли. Эта книга практически антоним Джорджу Оруэллу с его 1984. Хаксли написал ее в 1931, практически в самом начале Великой Депрессии. Вся суть будущего Хаксли основывается на гипнозе и обучении во сне, причем все это усиливается медикаментами. При этом общество отвлекается от различных проблем, развлечениями и удовлетворениями желаний. Таким образом, оно даже не заметит, что будет полностью находиться под контролем. Кто-то считает, что именно к такому миру мы и идем. Как вы видите, это абсолютная противоположность Джорджу Оруэллу. В обществе, которое придумал Джордж, тоталитаризм, поэтому нужно вести себя хорошо. В обществе Хаксли все и так послушны, поэтому необходимости в следящем большом брате нет. Самое удачное сравнение Хаксли и Оруэлла я нашел на сайте BiblioCept, где в виде комиксов мы можем увидеть разницу между двумя будущими. Оруэлл боялся тех, кто может запретить книги. Хаксли боялся, что не будет причин запрещать книги, потому что не будет никого, кто захочет их читать. Джордж боялся тех, кто будет скрывать от нас правду. Хаксли боялся тех, кто будет давать нам столько информации, что мы станем пассивными и эгоистичными. Оруэлл боялся, что правду будут скрывать от нас. Хаксли боялся, что правда утонет в море информационного шума. Кстати, на газете написано все хорошо, прямо как у нас в телевизоре вещают. Оруэлл боялся, что наша культура станет рабской. Хаксли боялся, что она станет примитивной. Общество Оруэлла управляется через причинение боли. Дивный новый мир контролируется через доставление удовольствия. Подытоживая, делаем вывод, что Оруэлл боялся, что нас погубит то, что мы ненавидим. А Хаксли боялся, что нас погубит то, что мы любим. Кто же из них оказался прав и чего стоит бояться нам уже сегодня? Начнем с того, что оба антиутопических общества уже существуют сегодня в разных странах в различных проявлениях. Если США на первый взгляд выглядит как общество книги о дивный новый мир, то Китай выглядит как 1984-й, который сошел с страниц. Вот несколько статей, которые могут это подтвердить. Золотой щит Китая добрался до Гонконга. Правительству Гонконга были предоставлены широкие полномочия по цензуре, блокированию и удалению онлайн-контента при тайном отслеживании вас и ваших интересов в интернете. Facebook, Google, Microsoft, Twitter, WhatsApp и Zoom заявили, что прекратят сотрудничество с властями Гонконга, что, скорее всего, тоже приведет к их блокировке. Что касается слежки. Технология наблюдения Китая не сводит глаз с населения по всему миру. Эти основанные на оборонных системах искусственного интеллекта технологии включают в себя типичные функции безопасности, такие как массовое наблюдение и распознавание лиц. Операционная платформа использует вычислительные ресурсы для проведения профилактической полицейской деятельности. Все это, кстати говоря, пандемия только ускоряет. Теперь обратимся к Соединенным Штатам. За пандемией мы не увидели увеличение смертности от передозировки до рекордного уровня в США. Похоже, ситуация будет только ухудшаться. Пандемия толкает Америку в объятие кризиса психического здоровья. Растут тревоги и депрессия. США оказались плохо к этому подготовлены. Некоторые клиники уже на грани краха. Федеральные агентства и эксперты предупреждают, что приближается историческая волна проблем психического здоровья. Количество людей, которые испытывают эмоциональные переживания, выросло более чем на 1000% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Так что да, есть много причин полагать, что Китай исходит из позиции репрессивного контроля, а Америка следует принципам общества Хаксли. Однако и в Америке присутствует элемент Оруэла. Например, компания Палантир. С основателем этой компании является Питер Тиль. Помню, в каких-то видео я его уже упоминал. Этот человек когда-то основал и Пейпал вместе с Силаном Маском. Если вы не слышали о Палантире, не переживайте, эта компания остается одной из самых таинственных на территории США. Название компании унаследовала из серии книг и фильмов «Властелин колец», где были видящие камни, которые назывались Палантирами. С помощью этих камней можно было увидеть, что происходит в другом месте. На самом деле это далеко не совпадение. Компания Палантир занимается и слежением в том числе. Она предоставляет услуги слежения правительственным агентствам, компаниям и правоохранительным органам. Например, полиция Лос-Анджелеса использует Палантир, чтобы анализировать информацию от номерных знаков, дорожных знаков, просроченных штрафов, вплоть до распознавания лиц и даже имущества с просроченным кредитным платежом. Помните фильм «Особое мнение», в котором Том Круз изображает полицейского в мире будущего? Так вот, Палантир в Америке воплощает этот фильм в реальность. Так что слежка в США такая же сильная, как и в Китае. Отсюда следует вопрос, а существует ли в Китае такая же экономика отвлечения, как и в США? Что такое экономика отвлечения? Это экономика, в которой люди ставят технологии выше людей. Люди отвлекаются на сайты, социальные сети, мобильные телефоны и фактически отнимают сами у себя время на те цели, которые действительно важны. Фактически все техногиганты соревнуются за внимание людей, которые стали новой валютой. Так существует ли такая экономика отвлечения в Китае? Одна из крупнейших частных компаний в мире – это ByteDance. Дочерняя компания ТикТока, теперь она стоит более 100 миллиардов долларов. За последние годы ByteDance значительно выросла и стала популярной социальной платформой, отчасти благодаря и ТикТоку, которая покорила большинство подростков во всем мире. Как мы видим, на первый взгляд Китай и США – государства, демонстрирующие различный подход к контролю. Одни – приверженцы Джорджа Оруэлла, а другие – Хаксли. Но изучив их более внимательно, мы видим, что и в том, и в том государстве существуют признаки обоих антиутопических обществ. Причем интересно, что благодаря таким сверхпопулярным приложениям, как ТикТок и ByteDance, создающих экономику отвлечения, именно Китай становится лидером, а не США. Вывод. Оба будущих, которые видели Джордж Оруэлл и Хаксли, уже в некоторой степени существуют сегодня, не только в США и Китае, но по всему миру. Но есть ли третий сценарий? Теперь мы обращаемся к третьей книге, о которой я говорил в начале. Краткая история завтрашнего дня. Хомо Деус. Автор Ной Хараре. В этой книге автор говорит, что произойдет, когда люди станут богами. Он даже заканчивает книгу словами «боги, планеты, земля», имея в виду людей будущего. А случится это тогда, когда люди решат три самых больших проблемы, с которыми когда-либо сталкивалось человечество. Это голод, мор и война. И как показал 2020 год, мы до сих пор не решили эти проблемы. Но Хараре верит, что благодаря технологиям мы сможем достичь некого нового мира, о котором он писал. Но этот мир будет еще более совершенный, чем у Хаксли. Мы сможем жить дольше, быть еще счастливее, благодаря биотехнологиям, биоинженерии и нейрокомпьютерным интерфейсам. Другими словами, биотехника, роботехника и искусственный интеллект. Он даже предложил заменить ВВП на ВНС, валовое национальное счастье. А дальше, ребята, начинается самое интересное для тех, кто волнуется финансами. Хараре сказал, что решением этих трех проблем человечества является слоу-даун экономики. Но это решение и предрекает экономический коллапс. Об экономическом коллапсе, цикличных кризисах и конкретных шагах, как это использовать для приумножения своего достатка, я и написал в своей книге исследования. Да, я написал огромный труд, в который вложил много времени и самое главное денег. Я провел огромную работу, которая растянулась на несколько лет. Проанализировал многие активы и кризисы человечества, начиная со времен кризиса третьего века в Римской империи. В этой книге исследования я написал конкретно, что я буду покупать, когда и почему. Я расписал конкретные шаги, что и как я буду делать. Я показал, какие криптовалюты я накопил и накапливаю, и как я распределяю капитал. Я показал, что будет с курсом рубля и доллара. Я нашел актив, и это не криптовалюта, которая до 2030 года даст минимум 50 иксов. Это исследование я делал для самого себя. Это моя дорожная карта. Капитал двигается волнами, перетекая из одной ниши в другую, из акций в драгоценные металлы, из металлов в крипту, из крипты в недвижимость и так далее. Большинство людей реагирует на такие переходы слишком поздно. А я работал над собой много лет, находя источники, которые доступны немногим, чтобы быть хотя бы на полшага впереди. Я считаю на основе этого исследования, что следующее десятилетие будет периодом радикальных перемен. Расти будут те активы, на которые вы даже не обратили внимания. В своем труде я не просто провел абстрактный анализ, но и отвел целые главы для конкретных шагов, как и что делать, находясь в России, Беларуси, Украине, Казахстане и других странах бывшего СССР. Я уже говорил однажды, что работаю над масштабнейшим исследованием, и некоторые люди о нем уже спрашивают. Что ж, я уже почти закончил работу над ним и даже раздумываю издать бумажный вариант в издательстве. Вы же можете прямо сейчас оформить предзаказ со скидкой в 50%, и после того, как я завершу свою работу, вы получите ее результат. Там даже про онлайн-бизнес вы тоже найдете информацию, я поделюсь своим опытом и конкретными советами по тому, как его вести. Ссылка на лендинг в описании под видео, предзаказывайте. И как говорил Юваль Харари в своей книге «Хомо Деус», «Любой кризис – это возможность». Я эти возможности нашел, и вы их тоже увидите, если предзакажете мою книгу исследования. Ссылка на нее будет в описании под видео. Возвращаемся к Харари. Он предсказал глобальный экономический коллапс из-за сверхбыстрого развития технологий. Когда люди понимают, как быстро мы устремляемся к великому неизвестному, их реакция заключается в том, чтобы надеяться, что кто-то нажмет на тормоза и замедлит ход. Но мы не можем резко затормозить по нескольким причинам. Первое. Никто не знает, где находятся тормоза. И хотя некоторые эксперты и знакомы с разработками в одной области, например, в области искусственного интеллекта, генетики или нанотехнологии, никто из них не разбирается во всем сразу. И второе. Если мы как-то умудримся найти такие тормоза и ударить по ним ногой, то наша экономика придет в состояние коллапса вместе с нашим обществом. Современная экономика требует постоянного роста, чтобы выжить. Если рост когда-либо остановится, то есть будут активированы те самые тормоза, экономика не устаканится в каком-то равновесии, она развалится на части. Это слова Харари, автора книги «Краткая история завтрашнего дня», и на самом деле это происходит прямо сейчас. Экономика действительно остановилась, точнее ее остановили, и теперь ее показатели в коллапсе. Возможно, это наш единственный шанс пойти по пути Харари, совершить тот пресловутый слоудан экономики и пережить коллапсы на пути к его антиутопическому обществу. И чтобы выжить и преуспеть в таком новом будущем, я советую приобрести не только свою книгу исследования, но и еще одну книгу Харари «21 урок для 21 века». В ней он пишет следующее. Если вас пугают опасности, с которыми сталкивается мир, и вы не знаете, что делать, значит вы на верном пути. Глобальные процессы стали слишком сложными, чтобы в них мог разобраться один человек. Но как в таком случае распознать истину и не стать жертвой пропаганды и дезинформации? Мы живем в новой и пугающей эпохе постправды, и вокруг нас очень много лжи и фикции. И теперь, ребята, мы переходим к трем шагам, конкретным шагам, которые вам стоит предпринять, чтобы устоять на лезвии ножа, не упав с него в какую-либо сторону. Говорят, лучший способ предсказать будущее – это создать его. Именно поэтому первый шаг – это самообразование. Оруэлл и Хаксли знали друг друга, но имели противоположные взгляды. Я нашел письмо, которое Хаксли написал Оруэлу, и вот что он написал. «Я верю, что в следующем поколении правители мира вдруг поймут, что воспитание детей и наркосинтез являются более эффективными инструментами управления, чем тюрьмы и камеры, и что жажда власти может быть столь же полностью удовлетворена предложением людям любить свое рабство, сколь и принуждением к послушанию». Прочитав это письмо, я понял, что правда у каждого своя, значит, занимаясь самообразованием, вы принимаете за истинную вашу собственную правду. То, что является правдой для вас, для других может ею и не являться, как в случае с Хаксли и Джорджем Оруэлом. У японцев для этого есть специальный концепт. Он называется «Икигай», что в переводе означает «радость», «смысл жизни», «миссия». Этот концепт поможет вам найти свое дело, в котором вы и должны будете саморазвиваться. Это комбинация из следующих вещей. Из того, что вам нравится – это ваша страсть. Из того, что нужно миру – это ваша миссия. Из того, в чем вы хорошо разбираетесь – это ваш талант. Из того, за что вам платят – это ваша профессия. Эта концепция поможет вам найти свою правду, что сделать очень непросто, чтобы выжить и преуспеть в этой жизни. Это был первый шаг. Второй шаг – это позитивный скептицизм. Относитесь скептически ко всему, что вы видите и слышите, но не настолько, чтобы быть несчастными, жалкими и парализованными. Позитивный скептиз – это способность быть скептическим и позитивным одновременно. Все три антиутопии из всех трех книг, о которых я сегодня вам рассказывал, по факту уже в некоторой мере сегодня существуют. 1984-й – слишком много репрессий. Дивный новый мир – слишком много отвлечения. Например, социальными сетями, видеоиграми, наслаждениями. И Хомо Деус – история завтрашнего дня. Слишком много спеси и высокомерия. Что мы действительно верим в свою исключительность настолько, что станем богами Земли. И, наконец, третий шаг – внутренняя свобода. Нужно понять, что свобода бывает не только внешней, но и внутренней. В 1946 году Виктор Франкл написал книгу «Человек в поисках смысла». Это история о том, как он выжил в немецких лагерях военнопленных, увидев гибель своих близких и как он смог пройти через это. И как раз осознание внутренней свободы ему и помогло. Дух внутренней свободы, который не зависит от того, что происходит вокруг. Обязательно прочитайте эту книгу, чтобы понять, что означает третий шаг. Мы живем на переломе старого и нового. На переходе от старого мира к новому. И если вы боитесь, вы можете либо попасть в море Оруэловского контроля с одной стороны, либо в море отвлечения по Хаксли с другой. А может и туда и туда одновременно. Но чтобы найти ту самую золотую середину, нужно постараться. Причем как в плане финансового будущего, так в плане и личностного, психологического и так далее. На этом канале мы говорили в основном только о финансовом будущем. Но я решил сделать исключение для этого ролика и поговорить о том, что волнует нас как людей. Скорее всего, это видео не наберет много просмотров. Но если вы мне поможете и поделитесь им в своих социальных сетях, возможно, больше людей увидит его. Надеюсь, это видео было вам полезным и интересным. Не забывайте поставить лайк, если это так. А также предзаказывайте мою книгу исследования по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. До новых встреч.